А я точно не могу дракона просто в замке оставить? Кажется, игра заканчивается, если я дракона убираю. Да. Интересный скрипт. То есть я сейчас должен этого черного дракона доставить к красному по квесту. Ну и все, кампания закончится. Ай, я не хотел бы, чтобы лето... Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Эту миссию мы очень быстро просто прошли. Один герой прокачанный был. Артефакты надыбал. И все. Да, ваше скорбящее сердце возрадовалось при виде пары драконов, взмывших в небо и развивающихся в облаках. Какое-то время вы наблюдали за ними и уже стали задаваться вопросом, а вернутся ли они вообще? С ума сойти. И когда вы уже собрались расстроиться, красная драконика села на землю прямо перед вами. Следующая миссия. Погнали. Так, давайте посмотрим, что за миссия. Найти Мириласа и взять замок Гарк. Потерять героя нельзя. Элвин со всеми умениями и заклинаниями переходит. 32 уровень максимальный. А также Соколиха и Ветерок перейдут на следующую. Мое небольшое войско гналось за Мириласом по лесу долгие мили. Так, давайте вспомним, кто такой Мирилас вообще. Мирилас, Мирилас, Мирилас. Уже успел забыть. Даже мои лучшие следопыты не поспевали за дичью. Мы потеряли его, но по крайней мере знали, куда он бежит. А, он в лесу оставил. А, нас, да. Ему приказано было нас убить. Но он типа пощадил, да? Поэтому, поразмыслив, я направился к границам владения лорда Гарка, держа в уме две цели. Во-первых, взять в плен Мириласа. Эльфийский двор Аранорна объявил меня преступником во многом благодаря лживым свидетельствам, предоставленным лордом Гарком. Это наш главный протагонист, так скажем. Если я хочу получить возможность вернуться домой, то мне нужно предъявить эльфийскому двору единственного, кроме себя, кроме самого лорда Гарка, кто знал о планах последнего. Ну, логично. А это был Мирилас. Конечно, у меня не было причин верить в то, что Мирилас сознается. Это был призрачный шанс. Но хотя я и любил Шаэру всем сердцем, часть его все же принадлежала Аранорну. Я буду тосковать. Аранорн это не мужик, это наше, ну, типа, королевство, в общем. Для тех, кто, как бы, только причонился. Просто у нас уже там 25 частей трансляции. Я буду тосковать, если придется покинуть его навсегда. Во-вторых, мне нужно было вырвать Шаэру из когтей лорда Гарка. Вот это хорошая задача. Недавно я получил письмо от моего анонимного доброжелателя из льфийского двора, в котором сообщалось, что Гарк и Шаэра играют свою свадьбу в замке Гаарк, в самом крупном городе этой области. В этом месте собрались все. И Шаэра, и Гарк, и Мирилас. Чтобы получить конец этому обману, мне и нужны были все. Но если пренебречь осторожностью, распутывая этот клубок, то я рискую потерять кого-то из них, а то и собственную жизнь. Нормально все будет. Сейчас, карта небольшая. Свадьбу они затеяли без меня. Видишь, какие? Главный герой у нас без предметов только скалиха перешла. Но в целом он сам по себе очень опытный. И характеристики хорошие. И заклинания замечательные есть, в том числе по вызову. Так что эльфийскую нычку вижу рядышком. Конюшни. Базовая каменная шахта. Что у нас в замке? Ух ты. В замке вторая гильдия уже отстроена. Да кошмары. Когда я вошел в эту землю, то думал, что Мирилас побежит в замок Гарк под крыло своего сюзерена. Хороший здесь перевод, хороший русский язык. Но полученные мною сведения опровергали эту мысль. На самом деле, Мириласа не видели ни в одном из городов этой земли. А это означало, что он где-то затаился. Один из моих соглядатаев узнал, что в Мириласа есть брат, живущий в городе Дубощепь. Отлично, мы как раз туда и идем. К несчастью, Гарк очень хорошо укрепил этот город. Чтобы найти этого родственника, мне придется осадить город. Но в этом мой единственный шанс отыскать. Короче, просто сейчас идем, этот город Ирашим, который на севере находится. Все. Тут же, вот, разведка сработала просто прекрасно. Нам сдали, сдали Мириласа с потрохами просто. Давайте гильдию отстраивать потихоньку. Зачем время терять, правильно? О, выбегает герой. Сейчас мы увидим, какая у него армия. В целом, все по силам. То есть, мы вполне, вполне бы его соло-героем убили. И, конечно же, у нас текста. Слова разведчика были настолько невероятными, что я попросил его повторить еще раз. Шестеро членов Совета Старейших желают с тобой поговорить. С самого дня расплаты и гибели эльфийского короля, Совет Старейших руководил эльфийским народом в эти трудные времена. Но даже при правлении короля, тот никогда не принимал важных решений без консультации с Советом. Это действительно были старейшие и мудрейшие из нас. И вот теперь они захотели поговорить со мной. Что ж, пусти их, распорядился я. На мгновение я задумался, не применят ли старейшие против меня свою мощную магическую силу. Хотя пока что они воздерживались от этого. На всякий случай я сунул под стол взведенный арбалет. За секунду до того, как полок моего шатра приподнялся, и внутрь вошли старейшие. Давайте посмотрим, чего они. Они вообще себя никак не проявляли. Я сразу же узнал сутулую фигуру Минотата. Он был моим наставником и другом. И мне очень не хватало его в последние месяцы. Поэтому я не удержался и обнял его. Рад тебя видеть, сказал я. Минотат улыбнулся и кивнул. Я заметил, что остальные пятеро старейших друидов смотрят на нас с Минотатом неодобрительно. Я знал, что остальной Совет Старейших считает моего учителя чудаком. Но они не могли отрицать того, что он мудрее их всех. Это серьезно, сказал один из старейших. Да, согласился Минотат. Я понимаю. И это одна из причин, по которой я настоял на своем присутствии. Чтобы ваши переговоры не привели к катастрофе. Затем Минотат сказал, обращаясь ко мне. Ты впутался в нехорошее дело, мой мальчик. А что я сделал вообще? Поверь мне, это было против моей воли. Тогда почему нам не перейти к главному? Хорошо? Зачем ты нападаешь на города Норна? Спросил Минотат. Похоже, от имени старейших говорил он. Это хорошо. Так мне будет проще. В какой-то мере это была самозащита. Во всяком случае, это начиналось как самозащита. А потом Мерила снова встал у меня на пути. «Самозащита?» Гневно вскрикнул один из старейшин. «Мы слышали твои обвинения против лорда Гарка», твердо сказал Минотат, заглушая ропы других старейшин. «Они очень серьезны. Я знаю. Ты можешь их доказать?» «Ну, не совсем», сказал я, понурив голову. Или понурив. Я был не готов еще к этой беседе. «Не совсем?» Я хорошо знал этот тон. Минотат был разочарован во мне. «Я дохожу все, но позже», сказал я. Я бросился туда, где были сложены мои вещи, и достал зеркало истинной любви. Я вручил его, как это ни странно, Минотату. Хочу, чтобы Шайра взглянула сюда. Если она под действием чар, то они спадут, и она признается в своей любви ко мне. А что касается покушения на убийство, то сначала мне нужно найти вассала Гарка, Мериласа. Минотат передал зеркало истинной любви своим спутникам. Те изучили его очень внимательно, прежде чем вернуть. «Возможно, мы могли бы предложить другое решение», сказал Минотат. «Какое же? Если лорд Гарк согласится позволить Шайре поглядеть в зеркало, ты со своим войском сдашься Ара Норну?» «О-о-о-о-о-о...» «Если я ошибался и Шайра не зачарован, то мне придется нести ответ за то, что я натворил. Но тогда мне будет уже не важно, что станется со мной, ибо я не мыслил с жизнью без любви Шайры». «Да!» сказал я. «Хорош!» «Но я сдамся, лишь если Гарк согласится отдать Шайру на попечение совета старейшины». «Отлично!» Остальные старейшины кивнули в знак согласия и по одному вышли из шатра. «Нормально!» Остался только Минотат. «Это зеркало превосходной работы, мой мальчик», — сказал он. «И почему ты не являл подобного усердия в своих занятиях, когда я был твоим учителем?» «Я был мал и глуп, и ничто не воспринимал всерьез». «Да, понимаю. Однако смотри, чтобы это вновь открытое вдохновение не привело к тебе к гибели. В этом деле ты успел наломать дров. И это стоило тебе поддержки и даже нейтралитета Аранорна. Эльфийский двор согласился помочь лорду Гарку ресурсами и войсками даже против воли Совета Старейших. «Мне очень жаль это слышать, но я должен сделать, что могу, чтобы вернуть Шаэру». Блин, любовь не знает преград. Сегодня я поговорил с одним из белых... с одним белым тигром и узнал, что они отказались сражаться за Аранорна. У нас была миссия позапрошлая, когда мы как раз помогали белым тиграм. И помните, вычищали троллей, а потом выяснилось, что демоны замешаны, что там мертворожденные тигрята рождались. Большая часть тигров останется в стороне от этого конфликта, но при этом они хотят, чтобы я знал, если они мне понадобятся, нужно будет только позвать. Тут я понял, что моя вражда с Гарком расколола весь эльфийский народ. Аранорн пытался связать эльфийские земли воедино, я же разрывал его на части. А что мне еще оставалось сделать? Может быть, следовало просто отойти в сторону, когда Гарк украл у меня Шаэру? Или провести остаток дней в этой долине? Какой у меня был выбор? Да никакого. И все же, если из-за меня Аранорн будет ввергнут в хаос, я едва ли это переживу. Это мой народ. День расплаты, и без того дорого нам обошелся. И что значит любовь двух эльфов в сравнении с жизнями тысяч? Оп! Пошли нормальные мысли. Но поздно. Минотат и другие члены Совета Старейших поджидали нас на пути. Если бы я не знал о той невероятной магии, которой владеют эти старые друиды, то удивился бы. Вместо этого я приказал своим солдатам отдыхать. Я спешился и подошел к Совету с почтительным поклоном. Мы получили ответ от лорда Гарка, Элвин, сказал Минотат. Я ждал, надеясь, увидеть конец этого своего долгого пути. Лорд Гарк отказался. Но почему? Не должно быть больше кровопролития, сказал я. Вот и я хотел бы это знать, сказал Минотат. Ну точно ее очаровали. Обпоили, одурманили, что-то с ней сделали. Уж больно быстро, там буквально 2-3 дня прошло, и все. И она уже с другим товарищем, которого отшивало все это долгое время. Один из них сказал. Лорд Гарк не доверяет зеркалу, которое ты создал. Он говорит, что оно может быть устройством, предназначенным для наложения чар на его невесту. Разве вы не понимаете? Он же боится того, что покажет зеркало истинной любви. Это не доказательство. Его подозрения понятны. Сказал старейший. Да, мой мальчик. Его подозрения вполне объяснимы, и мы не можем заставить его силой прибегнуть к зеркалу, сказал Минотат. Я сжал кулаки и произнес. Что ж, тогда я смогу. Не делай этого, сказал Минотат. Чего не делать? Не биться за женщину, которую я люблю. Гарк не оставил мне выбора. Он мог бы покончить с этим прямо сейчас, и не было бы больше крови. Я был готов прекратить войну, поэтому отныне я не повинен в ней. А дело действительно стоит того. О, нормальный вопрос. Спокойно ответил Минотат. Я ответил, не колебаясь. Или не колеблясь все-таки. Да, мы с Шайрой созданы друг для друга, и я это знаю. Ой, какой молодец. Остальные старейшины нахмурились. Они обменивались мысленными фразами. Какую-то секунду я думал, что они применяют против меня заклинания. Но они просто развернулись спиной. Даже Минотат побрел прочь. Старейшие! Окликнул их я. Они остановились. Аранорну нет причин меня бояться. Моя война только против Гарка. Когда она закончится, я клянусь вернуть каждую пять земли, каждый город и каждого воина Аранорну, сказал я. И что потом, Элвин? Спросил Минотат. Если Аранорн пожелает наказать меня за мои поступки, проступки, я приму его правосудие, но только после того, как вы узнаете правду о любви Шайры ко мне. Ой, какой наивный все равно. Молодец, молодец. Дрим, привет. 11 перемещений. Так, тут у нас герой. Это не тот герой, это не та армия, это не основная армия. Давайте проверим. Вызовем четырех волшебных драконов. Красавцы! Смук89 говорит, доброго вечера, Чемандр. Досмотрел только запись вчерашнего Варика. Игры просто огонь. Спасибо за стримы, организаторам спасибо за контент. Да, действительно, вчера был весьма неплохой финал и турнир в целом. Вчера была первая такая квалификация Russian Cyber Games по Варику. И в финале... Ой, не хочу спалерить. Короче, посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Драконы умеют еще молниями стрелять. Между прочим. А замок-то должен быть отстроен. Посмотрим, что внутри. Во! Это квестовый город. Когда мы взяли город Дубащепь, я известил всех, что ищу брата Мириласа. Я сам тем временем помогал своим воинам латать крышу одного из домов. Какой он хороший. Пострадавших во время битвы. Как Эмилия Найтховен. И вот показался стройный муж с нейльф с теми же суровыми чертами лица, что я помнил у Мириласа. Позволь рассказать тебе одну историю, начал я, не представляясь. И так, я рассказал ему все. Мне действительно нужно было привлечь этого воина на свою сторону. И теперь мне нужно найти Мириласа, чтобы доказать свою невиновность. Ты должен понять, что у меня нет никакого намерения убивать твоего брата. Мертвый он мне совсем ни к чему. А когда он исповедуется перед эльфийским двором, я отпущу его на свободу. На милость эльфийского двора, поправил эльф. Об этом я как-то не задумывался. Своим признанием Мирилас осудит себя. И как можно добиться от него подобного, действительно? Тогда брат Мириласа сказал. Если то, что ты рассказал, правда, то мой брат попал в такую передрягу, из которой сам не выберется. И это верно, сказал я. Мирилас всегда был честным, доблестным воином. По своей воле он бы никогда не пошел на это. Вот почему он не убил тебя. Даже невзирая на всю его преданность лорду Гарку, он не способен на хладнокровное убийство. О, Мирилас, неудивительно, что ты не вернулся в замок Гарк. Что ты имеешь в виду? Ты видел его? Мимолетно, сказал он. Я дал ему немного золота и еды, спросил, можно ли будет найти его в замке Гарк. Но он сказал, что не может больше терпеть общество лорда Гарка. Вот почему он подался в бега. Ну и ясно, сейчас нам за ним еще бегать нужно. Я постарался скрыть отчаяние. Я не хотел дать понять этому воину, что вся моя жизнь зависит от его следующего ответа. А ты не знаешь, куда он пошел? Эльф долго молчал, размышляя, стоит ли отвечать на мой вопрос. По крайней мере, сказал я, прекратятся мучения твоего брата. Если он признается, я похолопочу за него. Я попрошу эльфийский двор проявить милость к Мириласу, подобно тому, как он из милосердия сохранил мне жизнь. Уверен, что они поймут. А если не поймут, то я обжалую решение в Совете Старейшин, как мы в Верховном Суде обжаловали. К несчастью, то, что ты предлагаешь, представляется единственным выходом для моего бедного брата. Они уже никогда не доверят ему командование войсками, и это печалит меня. Ведь это была самая заветная его мечта с самого детства. Брат Мириласа поведал мне о месте далеко на юго-западе, куда мало кто забредает. Кстати, мы заметили это место, помните? Ну, вот лево-нижний угол, собственно. Там, видимо, находится синий шатер ключника, затерянный среди деревьев. Да-да-да, я видел. Но, как я уже знал, мне не найти Мириласа, пока он сам не захочет, чтобы его нашли. Он был слишком хорошим следопытом, чтобы кто-то мог перехитрить его. Поброди вокруг шатра, он сам тебя найдет. А-а-а, хорошо! Заходим в замок, и тут можно сразу построить нычку с драконами. И я сразу строю нычку с драконами. Бах! Один волшебный дракон. И, кажется, виднеется последний замок вражеский. Да, захватывает герой. Элис. Кто такая Элис? 20-го уровня. Мика, привет! Наступила неделя пса, серьезно? Я открываю врата, чтобы быстрее, быстрее умереть здесь. Спасибо, спасибо! Погнали! Проверяем. Не проверили три выстрела. Кое-как держусь и пытаюсь стэк уменьшить. И вроде как выруливаю. Реально надо было... Я просто не заметил, не понял, что это, что это такое. Что за плюс косарь. Было опасно. Ко мне прибежало 10 коней, а потом вжух, моргнул, уже их 30-40. О, щит хороший. Так, мы подходим. Мирилас спрыгнул с ветвей дерева в сопровождении пары сказочных драконов. Сказочные драконы! Остальная часть его войска выбралась из кустов и построилась для битвы. Он ступил вперед, держа руку на эфесе меча. Но что-то с ним было не так. Его саркастическая усмешка казалась уж слишком широкой. Да и на ногах он держался не твердо. Вот ты и добрался до меня. Нужно было прикончить тебя в той долине, выговорил он заплетающимся языком. Хорошо, что не убил. Тогда бы ты окончательно продал душу гарку. Не могу поверить, что вся эта заварушка из-за бабы. Нам нет необходимости драться, Мирилас. Сдайся, и возможно, мы вместе все исправим, предложил я, протягивая руку в знак дружбы. Но сознание эльфам помутнилось от выпитого. Я видел, как Мирилас борется между желанием следовать правде и верностью гарку. И что бы он не выбрал, это означало для него поражение. Не хотел бы я оказаться на его месте. Мирилас вытащил меч с таким видом, будто собирался умереть в этой битве и тем самым положить конец своим терзаниям. Поэтому я дал своим войскам сигнал к атаке, но приказал сохранить жизнь Мириласу. И два наших войска сошлись в этом тихом местечке. Два войска. Я вижу, у меня один тигр. Не, ну много, конечно, но я думаю, сдюжим. Погнали. Был неправ, и пока маны не закончатся у дракона волшебного. Ну ничего, сейчас мы добьем просто стрельбой. Изи, какая там армия, какой там Мирилас. Тигра жалко, да? Я связал Мириласу руки за спиной и поместил его под стражу, хотя я не думал, что он попытается бежать. Дух лучника был сломлен. В действительности я беспокоился, как бы Мирилас не повредил себе. Через несколько минут после нашей победы я подсел к лучнику и поставил на землю перед ним чернильницу с пером. К чему это? Спросил он. Я прошу тебя написать письмо эльфийскому двору и рассказать, как Гарк приказал тебе убить меня, и что мои действия против твоих городов были спровоцированы. Мирилас усмехнулся с непередаваемой иронией. Гарк тоже заставил меня написать письмо. Все хотят от меня каких-то писем. А что за письмо? Спросил я. Когда ты стал нападать на мои города, он попросил, чтобы я обратился к Аранорну за помощью. На самом деле он сам все и продиктовал, признался Мирилас. Ну конечно, Гарк не мог сам обвинить меня в этих преступлениях. Ему нужно было, чтобы это сделал Мирилас, чтобы занять сторону потерпевшего и потребовать правосудия. Вот почему эльфийский двор так упорно поддерживал Гарка. Ты знал, что это неправильно, но все равно сделал. Да, сказал Мирилас. Я положил на колени и лист пергамента и сказал, значит у тебя есть возможность исправиться. Такие все наивные, маленькие. Ну игра, ну что, начало двухтысячных. Сейчас мир суров. Скажи двору, что я не преступник, как ты прежде заявлял. Скажи им, скажи им, напиши, напиши, что это Гарк приказал тебе убить меня, и что когда-то не смог этого сделать, он же приказал написать этот ложный донос. Я пытался действовать по справедливости, но не мог ослушаться приказов, сказал Мирилас, закрыв лицо руками. И как оно все вышло так скверно. Я не оставлю тебя одного, Мирилас, заверил я. Я положил ему руку на плечо. Когда эльфийский двор будет тебя осудить, я выступлю твоим защитником и попрошу о снисхождении. Я обязан тебе жизнь, Мирилас. Это самое меньшее, что я могу сделать. И ты сделаешь это для меня после всех тех бед, что я причинил тебе? Да. Он напоминает кого? Правильно. Эмилию Найтхевен из прошлой компании. Мирилас медленно взял перо и макнул его в чернилицу. Так, ну что, палатка. Палаткой идем... Пытаемся ушатать при помощи подкрепления черных драконов. Над моим поиском кружился посланник под бело-зеленым флагом Аранорна на спине Грифона. Я помахал ему, приглашая спуститься. Вы предводитель этих сил? Вы, Элвин? Спросил посланник. Да, и то, и другое. О, такой понтовый сразу. Я принес вам весть от эльфийского двора, сударь. Мы получили письмо от солдата по имени Мирилас. Мирилас, почему я Мирилас? Или уношимся, Мирилас. Эльфийский двор попросил было лорда Гарка возразить против этого нового свидетельства, но он отказался и бежал в леса с верными ему войсками. Таким образом, его можно признать виновным. От этой новости у меня внутри все затрепетало. Они поверили мне. Жаль, правда, что я отослал Мириласа в дубощепь к своему брату. Ему следовало бы быть здесь. Спасибо тебе, сказал я. По правде говоря, эльфийский двор желает принести извинения за те неприятности, почти что причинил вам. Они отказали лорду Гарку во всякой поддержке, а поскольку ресурсы уже собраны, они решили предложить их вам. Это в случае, если вы по-прежнему желаете выступить против замка Гарк и освободить леди Шаэру. Еще как желаю! Тогда Аранор надеется, что его дар поможет вам поскорее покончить с этой враждой и предать лорду Гарка правосудию. Последняя его фраза казалась намеком. Эльфийский двор, а может быть Минатат и Совет Старейшин просили меня не убивать Гарка. Я не был уверен, что смогу сдержаться, когда дело дойдет до этого, но я должен был что-то сказать. Передайте двору мою благодарность за честность и что я представлю им всех вышеперечисленных риц, Шаэру, Мереласа и Гарка. Как только смогу. Как нормально мы. Я передам, сказал посланник. Он пришпорил Грифона и взмыл в небо. Напоследок он крикнул. Удачи! Весь Аранорн желает вам вернуть даму вашего сердца. Прошло две недели и ситуация кардинально поменялась. Приятно. А что за подкрепа? Что где взять? Не похоже, что что-то поменялось. Минус оранжевый. Да, вот она армия. Но это не Гарк. Это Мерлиф. А другого героя здесь я не вижу. Ну ладно. Нет так нет. Чего? Я не против. Поехали фениксы. Хуэйт пока. Как же эльфа отстреливают? Видели? Неплохо. Пытаюсь подставить. Здесь ушатываем. Так. Да, колечко, которое дает регенерацию. Реально топовое. Лучшее, лучшее. Ха, изи. А! Ооо! Да, победа! Ааа! Меня могли, но я держался. Да, да, да. Но я превозмог. Так. Вот что за доспехи. Большая джаза защита с толком ближним. Так что я так и ближним боюсь с толком. Ага. Ну и арбалет. Вот такое. Гарк отбыл из замка больше недели назад и по какому-то важному военному, по какому-то важному военному делу. Поэтому я не застал его там, когда взял замок. К моему удивлению, я нашел Шайру. Ребята, сейчас будет любовная история. Внимательно. Я нашел Шайру в своей спальне с кинжалом в руке. Мой враг, очевидно, не верил, что я способен захватить замок Гарк, поэтому оставил ее здесь. Не подходи, убийца! Закричала Шайра. Она смотрела на меня с ненавистью и страхом в прекрасных голубых глазах. Доставать зеркало срочно. Наставив на меня свое оружие. Ее слова ранили больнее клинка. Но я сказал себе, что это все от чар. Они не отражали ее истинных чувств. Я пришел за тобой, Шайра, сказал я, осторожно приближаясь к ней. Да, Гарк предупредил меня, что ты можешь. Он сказал, что ты придешь убить меня. Шайра приставила кинжал к собственному горлу и сказала, что ж, я не доставлю тебе такого удовольствия. Но она подпустила меня слишком близко. Настолько, что я смог покрыть разделявший нас несколько шагов одним прыжком и схватить руку сжимающую кинжал. Я вывернул ей кисть. На-ка! Еще под дых. Внутри у меня все сжалось, когда она вскрикнула от боли. Ибо когда-то я поклялся, что ни за что не причиню вреда. Я повалил кричащую и брыкающуюся Шайру на пол. Спокойно, гусары, молчать! А затем дотянулся до пояса. Спокойно, говорю! Где носил зеркало истинной любви. Какая просто... Какие образы? Я не могу. Посмотри сюда! Посмотри в это зеркало, и ты увидишь, кого ты любишь на самом деле! Воскликнул я, доводя до конца заклинание, начатое много недель назад. Тогда я поднес зеркало к ее лицу. Магия заставила Шайру глянуть в него. Она открыла глаза, и все тело ее расслаблялось по мере того, как она недоуменно взирала на образ в зеркале. И тут она заплакала. Я нетерпеливо повернул к себе зеркало. В зеркале истинной любви было навечно запечатано мое собственное лицо. Блин, я не могу! Так трогательно! И скорее всего сейчас последняя миссия будет. Ну, лорд-то этот гарк еще живой. Класс! Я стоял на носу корабля, вглядываясь в стальные воды с тылого озера. Мой тонкий плащ мало защищал от ледяного пронизывающего ветра, давшего название этому водоему. Король-бобер! Хозяин! Но все же я едва замечал этот холод, углубившись в размышления о том, как я изменился с тех пор, как повстречал Шайру. Я повидал больше битв, чем мог себе представить, и пережил больше страданий, чем можно было вообразить. Я прошел путь от незначительного придворного до преступника, а затем до короля. И он все еще не закончен. На моей голове дубовая корона, украшенная позолотой и изумрудами. Ее вручил мне совет старейших. С предложением потрясших... потрясшим меня до глубины души. Совет старейших попросил меня стать новым эльфийским королем. Как сказала Менатат... Не отрицаем, мы собрались уже было короновать лорда Гарка. Но его внезапная женитьба на Шайре показалась нам подозрительной. Конечно! Ты же, Элвин, показал, сколь высоко ценишь любовь, природу, мать нашу и честь. Ты также показал себя очень способным, выполняя то, что нужно было совершить во имя справедливости. Именно так, именно такой правитель нужен Аранорну. Я согласился, но чисто из уважения к Менатату и Аранорну, хотя чувствовал, что я не лучший выбор. После этого старейшие друиды вручили мне мою корону и легендарный лук эльфийского короля. Уааа! Церемония была краткой, а празднование еще короче, ибо Аранорн уже почти три месяца пребывал в состоянии войны. Со мной, кстати, между прочим. Предполагалось, что я, как эльфийский король, исправлю положение вещей. После того, как я захватил замок Гарк и вернул шейру в Аранорн, эльфийский двор объявил Гарка вне закона. Но никто не понимал, насколько верна была лесная стража своему бывшему командиру. Большинство из них оставили свои должности, не веря обвинениям против того, кто когда-то предводительствовал над ними. И неожиданно у Гарка собралось войско, превосходящее Аранорское. За три коротких месяца Гарк завоевал большую часть Аранорна. И всякий раз, когда мы высылали против него силы, мы терпели поражение. Эльфийский двор пришел в отчаяние. Все знают, что другой попытки у нас не будет. И теперь, когда я стал королем, от меня ожидают, что я поведу войска против Гарка и положу конец этой братоубийственной войне. Да, теперь я стал другим. В прошлом я бы уклонился от подобной ответственности. Возможно, я бы даже бежал в леса, скрывшись от всех навсегда. Но сейчас я не мог так поступить. Я был последней надеждой против величайшей угрозы эльфийскому народу со времен самого дня расплаты. Но сначала мне нужно было обеспечить безопасность Шаер. Ну и продолжаем читать. Трудно поверить, что лишь вчера я взял Шаеру за руку. Ессс, ребята! Эта трансляция тоже у нас с руками связана. И мы сошли с палубы корабля на узкий причал. Этот безымянный остров посреди стылого озера имеет, вероятно, не больше сотни обитателей, преимущественно рыбаков. Отшельников Когда Гарк подступил так близко к Аранорну, эльфийский двор счел на благо укрыть совет старейших здесь, а я отвез с ними и Шаеру. Я подождал, пока Минатат и другие члены совета старейших поднимутся на палубу и оглядят остров. Выражения их лиц были мрачные, словно мы уже проиграли. Оставив Шаеру на берегу, я вернулся на корабль и помог Минатату сойти на причал. Мы оба глянули на женщину, которую я любил. Присмотришь за ней, хорошо? Попросил я. Конечно, мой мальчик. Я даже попрошу ее поселиться со мной. Эй! Если она откажется, я притворюсь слишком дряхлым, чтобы самому заварить себе чай. Это должно на нее подействовать, сказал Минатат. Нифига себе! Мы уже это проходили. Как только уехали, сразу ее очаровали и почти женили. Я улыбнулся и обгналил старика, как своего деда. Знаем мы этих дедов. У них там с природой все хорошо, со здоровьем. Которого мне не довелось знать. Спасибо тебе! А теперь мне нужно пойти попрощаться. О! Мы с Шаэрой брели по пустынному берегу, пока не отошли достаточно далеко и присели на камень поглядеть, как волны мягко плещутся о прибрежний песок. С озера дул резкий ветер. Но нас он не беспокоил. Я вернусь к тебе, Шаэр, сказал я. Она не вымолвила почти ни слова за все наше путешествие к этому острову, а теперь выглядела так, будто расплачется. Откуда ты можешь знать, Элвин? Что ты имеешь в виду? Гарк уже разбил Аранорн в пяти больших битвах. Он перехитрил самых лучших полководцев, включая моего отца. А теперь тебе предстоит столкнуться с ним. Мы пережили так много, что я уж начинаю думать, что мы никогда не будем вместе. И тогда Шаэра действительно заплакала, уронив голову мне на плечо. Я прижался к ней, и ее слезы оросили и мои щеки. Шаэра тоже изменилась. Гарк, наложив на нее свои чары, украл у нее невинность. Я за чаем, ребята, надо обсудить чатики. Вот так вот, этот поворот. Да, неожиданно, что будем делать? С одной стороны, у нее стало больше экспы. Это хорошо. С другой стороны, но я не знаю, какие у них там обычаи. Что скажет совет? Что скажет народ? Кольцо с регеном неси. Да, держите, сейчас будет больно. Сколько бы я ни говорил, что мне нечего прощать ей, Шаэра не могла оправиться от вины за то, что вышла замуж за Гарка и делила с ним ложе все те месяцы, что мы были разлучены. Я лишь хотел, чтобы она была счастлива, но она отказывалась. Говорит, не хочу. Возможно, она и будет прежней. Когда это все закончится и угроза Гарка минует. Возможно, тогда Шаэра наконец простит саму себя. Я надеялся на это. Я залез под плащ и достал зеркало истинной любви, где по-прежнему сиял мой образ. Я вложил зеркало в ее руки, чтобы мы оба могли его видеть. Наша любовь вечно, сказал я. Какое отражение в этом зеркале. Что бы ни случилось, я буду тебя любить. А если Гарк убьет тебя? Я жила с ним. Я знаю, как он может ненавидеть. Элвин. И тогда я придумал знак, о котором условились на случай, если Гарк уничтожит последние остатки сил Аранорна. Послушай, Шаэра. Смотри на озеро и жди корабля. Если я буду победителем, или если даже проиграю, но сумею избежать гнева Гарка, то приплыву на корабле под голубыми парусами. Если же Аранорн будет потерян, я паду в битве, то приплывет вестник под красными парусами. Но обещаю тебе, паруса будут голубыми. А зачем тогда ты говоришь, что могут быть с красными, если обещаю, что будут с голубыми? Эй, Элвин, соберись! Помолчав немного, Шаэра промолвила ним громко. Если Гарк победит, то придет за мной. И я не думаю, что смогу снова вытерпеть его. Я понимал тайны смысла ее слов, но не хотел об этом даже думать сейчас. Я не допускал мысли о том, что Шаэре может быть плохо. Поэтому я прижал ее к себе крепко... Нет, я прижал ее к себе и крепко поцеловал. Я люблю тебя, сказала она. Ой, какая милота! Вообще прям... А кто это с нами тут такой? Грамин, генерал. Ууу, а у него тут все выкачано по... По армиям. Хорошо. А, это наша эльфиечка, да, которая ждет прибытия. Смотрите. О-о-о, на зебре. 15 уровня. Природа, мать наша. Тоже. Да, это похоже на последнюю миссию. Точнее, это точно последняя миссия, потому что вначале нам сказали, что мы не переходим в следующую. Так что... Ответственность, ответственность. В это утро я встретился с Грамином впервые с тех пор, как стал эльфийским королем. А напомните, кто такой Грамин? До этого он был в глуши, командовал летучими отрядами, беспокоившими вражеские армии. Грамин по-прежнему сражался в этой битве, несмотря на то, что потерял свою армию чуть больше месяца назад. А, это папа Шер, точно. А, ну давай сейчас поговорим с тобой. Давай поговорим. Давай, 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 рассказывай. Грамин тут же упал на одно колено, как этого требовал обычай, и поставил свой лук на землю. Затем он вытащил свой меч, протянул его мне с рукоятью вперед. Я заблуждался на твой счет. Я не знаю, я заговариваюсь просто, мой король. Ты не таков, как я о тебе думал, сказал Грамин. В чем-то ты был прав, Грамин, и я не могу винить тебя за любовь к дочери, сказал я. И я и в лорде Гархе ошибся очень сильно. Эти слова были произнесены им с ошеломляющей меня горечью. Грамин был из тех, кто скрывает свои чувства. Сейчас же он не таил ненависти к тому, кто некогда был его начальником. И у меня такое же выражение, когда я упоминаю имя Гарха, ведь ненависть к моему врагу кипела во мне так долго, что уж не помню, когда я относился к нему иначе. Мне понадобится твой опыт, Грамин, сказал я, протянув руку и взяв предложенный меч. Если мы собираемся защитить Аранорн и Шайру, он к твоим услугам, немедленно отозвался Грамин. Тогда возьми свой клинок, он тебе пригодится. То есть он скриптовый. Я должен был подойти, и тогда он хоп. Ну тут есть... Любой противник, атакованный героем, испытывает заклинание замедления. А ну-ка, дай-ка мне твой арбалетик хороший. А ну-ка. Не тратим время на захваты шахт. Смотрим, что нам показывают. Ключенько показывают. Синий портал. Красный ключник, еще сапоги. У меня столько ног нет, чтобы сапоги носить в таком количестве. Делимся фейками. И идем, осматриваемся. Собираем попутные ресурсы. Тут что-то порталов одних только. Большое количество. Ладно, давайте, друзья. На сегодня герои у нас закончились. Я пойду переключаться на Warcraft.